Затем Здравствуйте, дорогие друзья! Не знаю, бывало ли с вами так, а со мной иногда случалось. Увлечешься каким-нибудь делом, да так, что и думать больше ни о чем не можешь. И так хочется поскорее посмотреть, как все получится, что появляется нетерпение и спешка. Ну а уж там недалеко до промахов и ошибок. Вот тут ты и понимаешь, что в любом деле хорошо не терять способности размышлять здраво. Впрочем, обо всем этом я заговорил из-за одной истории, которую хочу вам сейчас прочитать. Слушайте. Жила-была барыня. Молодая, да ой, какая хозяйственная. Во всех делах разбиралась, все делала с разумением и о выгоде не забывала. Хоть и строгая была, но справедливая. Да и брат ее младший стал ей во всем помогать. Может быть, и рады они были, как другие барчуки, жить весело и беспечно. Да жизнь сложилась так, что пришлось повзрослеть, поскольку рано остались они без родителей. И вот однажды... Я спросил козу одну, я спросил козу, неужели так важны, так вкусны и нежны листья этой бузины? Все, Прошенька, все. Все написала. Теперь главное, к Доронину успеть, чтобы Топильский не опередил. Не опередит. Я уж постараюсь. На легких саночках за полчаса домчишь, Проша. Ну, Оль, ты хватила. Полчаса — это только до моста. Что ты, Прош, до какого моста? На речке уж лед, он неделю стоит. Ну, какой лед без мороза-то, Оля? Прош, я что-то не пойму. Ты понимаешь, что такое предложение раз в жизни бывает? Четыре деревни с слугами да пашними. Ты подумай. Я понимаю, но жизнь, она дороже. Да ты трусишь, что ли, Прош? Брось. Да по этой речке вон и баржа толком не пройдет. Да ты не волнуйся, я быстро домчу. Лишние полчаса они ничего не решат. Да как же лишние, Проша? Так разумнее будет, Оля. Разумнее? Интересно. А я, значит, без разума. Я, значит, по глупости всеми этими делами занимаюсь. По мести на себе тяну. Ни сплю день и ночь, чтобы нам по миру не пойти. Разумнее. А у него только смелости хватает, чтобы сестру обижать. Ну, я же не обижать. Я одно сказать хочу. Не надо ничего говорить, Проша. Я сама поеду. А ты вон, вышиванием займись. Оля, я сам по льду не пойду и тебя не пущу. Глупости это еще какие. Что? Ты что, перечить не будешь? А ну-ка, прочь с дороги. Оля, я тебя очень прошу, остановись. Трус. Зайчья душонка. Ну, знаешь, после таких слов я тебя тоже видеть не желаю. Езжай сама. Трус. Я не трус. И не зайчья душонка. А обижаться и я умею. Хотя на тебя обижаться. Ну, может, двое на весь белый свет. Я да ты. Слышишь меня? Не слышишь. Ну, что ж, были двое, значит, будем по одному. Поеду да запишусь в полк. Барин, Барин, там это. Чего тебе? Это полынья сани. Сестра! Барин, Барин, куда же? Куда же? Ой, Барин. Ай, в одной рубахе верхом. Куда же люди-то смотрят? Чего? Так. Ой, наконец-то. Фух. Сейчас. Будьте здоровы, Бариня. Сейчас чайку горяченького. Ой, медку-то клади, не скупись, голубчик. А то, мне кажется, я после этого купания в проруби никогда не согреюсь. Ой. Не приведи Господь такое еще раз увидеть, а? Я думал, не спасетесь. Ой, думал. Да с таким братом, как мой Прош, ничего не страшно. Я вот как увидела его в одной рубахе, да прям на лед, на коне. Так у меня почему-то и страх прошел. Честно говоря, если бы не Прохор Георгиевич. Вот, знаю, знаю. Все же по глупости моей. Не знаю, что на меня нашло, прям затмелье какое в голове. И Прошинку зря обидела. Ой, да и ведь нас чуть не погубило. Это же надо. Нет, ну какая же глупость несусветная. Прав ты был, Прошенька. Ты уж прости меня, голубчик. А вот и пирог горяченький. Прямо из печей, смотрите. Не обожгитесь. Это ж надо. Такое пережить. Вот и Прохор Георгиевич что-то уже не поет. Да где ж ему петь-то? Ну ничего, Прош, мы с тобой не поемся еще, Прошенька. Посмотришь на вас. Вон и как. Брат с сестрой по-дружески должны жить. А то... Ну а как же по-другому-то, голубчик? Нас же двое на весь белый свет. Он да я. Правда, Прош. Вот такая история, дорогие мои. Вот что значит по-настоящему добрые отношения. Вот что значит братская любовь. Стоило только узнать о беде. И забыты все обиды. И жизнью своей брат уже готов пожертвовать ради сестры. Вот бы и нам научиться так относиться к своим близким. Чтобы никогда не забывать о любви к ним. А главное, научиться побыстрее забывать обиды. Избавляться от них, как от ненужного мусора. Чтобы не захламлять им душу. До новых встреч, дорогие мои. Ангела вам всем, Хранителя. Ангела вам всем, Хранителя.